И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваник и я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и посвящен очень интересному вооружению. Это Викинга Молот. Молот с устройством дыхания дракона на поджог после недавних обновлений. Данное устройство приобрело очень интересный вид, очень интересный геймплей. Сегодня мы вместе с вами поиграем на данном вооружении. С дроном бустер, ну и я вам расскажу в чем же его прелесть, в чем же его вся имбалансная темочка заключается. Все очень просто. Молот дает критическим своим уроном с дыханием дракона поджог. И этот поджог наносится всегда в максимальном уроне и в довольно-таки жестком поджоге. Как вы видите сейчас, я хоть и не попал полную тычку по противнику, но урон пошел довольно-таки приятный и, ко всему прочему, у меня удалось быстро уничтожить его. Этот критический урон дает дополнительную возможность зарабатывания очков на подобном вооружении. Если на данный период времени сравнить устройство того же слагеря и, например, устройство дыхания дракона, то я бы на 100% выбрал непосредственно дыхание дракона. Этот поджог дает колоссальный буст дополнительному урону. Ну а что касаемо слагеря, то там просто как бы есть игнор резиста, да, максимальный урон. Но это явно не то, чего может дать непосредственно устройство, которое называется дыхание дракона. Поэтому пробуем занимать первые места. Надеюсь, что у меня получится. Ну а вам желаю только присмотреться получше к этому устройству. Я, честно говоря, особо много сам на нем не катал. В матчмейкинге вообще использую его в первый раз. Заметил я его на ТКВшках, на тех боях тренировочных, тандемных, да, как ребята использовали данный молот с дыханием дракона. И понял, что его можно очень грамотно и эффективно использовать также в матчмейкинге. Поэтому решил вам тоже все это дело показать, записать видос. Ну и надеюсь на то, что вам в дальнейшем это тоже пригодится, понравится и вы будете тестировать. Ну и можно сказать, больше, конечно, относится к любителям молота. 9 киллов уже набил за 2 минуты. Это, конечно, наверное, не такие же быстрые и качественные киллы, которые у нас, например, идут с рельсой на скауте том же, да. Но все равно очень неплохо. Парджок работает эффективно. Киллы бьются. Бустер отлично дополняет данную пушку. Ну и Викинг, понятное дело, что тоже дает дополнительные киллы за счет своего овердрайва, который я уже, к слову, один заюзал. Противника перевернул, но также быстро его уничтожил. Но быстрая перезарядка на молоте также очень эффективно работает. Кто не знает, то молот у нас дополнительно апали где-то около, наверное, месяца назад. Плюс поменяли критический урон. Ну и вот в совокупности мы получаем такую вот интересную комбинацию, такое вот интересное использование устройства. Ну и в целом вооружение. Я думаю, что, ну, Викинг максимально грамотно подходит под данную пушку. Да и вообще после критического урона Хоппер потихонечку-потихонечку уходит на задний план. Все-таки с Викингом большинство пушек очень жестко бустится. И многие игроки это также понимают и используют уже больше непосредственно данный замечательный корпус. Я поднимаю новое звание, даже не знал, если честно. Но у меня уже 152-я легенда. Вот даже вот так вот бывает на видеоролике попадается момент, что у нас апается новая званочка. Вот так вот я даже сам не ожидал. 16 киллов! 3 минуты до конца. Очень неплохой результат для боя 6 на 6. Если в этом бою удастся набрать больше 30 киллов, будет вообще круто. Но для этого нужно еще очень даже сильно постараться. Главная суть данного молота, это то, что разброс у него больше. Но при критическом уроне у вас зачисляется вся дробь. Абсолютно вся. Даже если вы там попадете на, грубо говоря, краешек корпуса. Ну вот, например, вот так, да, с таким разбросом. Вы все равно нанесете критический урон, и это будет максимальный урон. При даже большом расстоянии. И это, конечно, главный буст, как по мне, пушки. И именно за счет этого буста у вас есть отличная возможность реализации не только этого устройства и не только этой пушки. Есть и другие пушки, которые также можно за счет таких моментов эффективно использовать. Поэтому как-то так, друзья, берите себе на заметку. Я не знаю, кстати, как работает со сплэш-уроном. Если, например, давать в стенку урон, например, с того же грома страйкера. Если будет, например, критический урон, будет проходить максимальный или нет. Если вы на этот момент знаете, напишите по этому поводу в комментариях. Мне будет очень интересно узнать от вас эту теорию. Так, мы даем овердрайв. Делаем всего лишь 2 кила с него. Это, конечно, мало, но для боя 6 на 6, я думаю, что неплохо. Добиваем еще один килл дополнительно. Уничтожаем, я хотел сказать, васпика. Но, к сожалению, мамонт прожимает на меня овер. Я улетаю на респ. Главное выиграть эту катку. Пока что у нас под контролем 2 точки. Третья была также под контролем, но противник ее забирает. Надеюсь, что мы сейчас ее быстро отхватим под свой контроль. Ну и в дальнейшем выиграем бой. Все-таки осталась 1 минута. Я думаю, что это не так сложно сделать. Единственный, наверное, минус этого устройства в том, что в боях очень много встречается иммунитетов от поджога. И если, например, в этой катке у нас их только 2, то бывают бои, например, в осаде, да, где этих иммунитетов очень много. И смысла, ну, не так много в использовании подобных устройств. Но, в общем и целом, все равно, как вы видите, это работает и работает довольно-таки эффективно. 26 киллов для такого боя. Я считаю, что это очень хороший результат. Ну и есть шанс вообще дать здесь 30. Вот так вот, например, овердрайв. Вот так вот, овердрайв. 30 уже есть. Может, еще кого-нибудь зацепим. Нет, не зацепили. Ну вот, еще одного дал. Неплохо, неплохо, очень неплохо. Пробуем дать еще киллчик. Еще один есть. 31 килл. 700 очков. 700, друзья, 700. Вы понимаете, что такое 700 очков для такого боя в матчмейкинге? Вот если вы не понимаете, то я могу сказать, что это очень много. Вот прям очень много для 6 на 6. 700 очков. Мне интересно, сколько я получаю кристаллов? 4 тысячи. По кристаллам не так много. Но по очкам прям безумно большое количество. 760 очков. 32 килла. Жестко. Жестко. Пожалуй, сыграем еще одну катку непосредственно в контроле точек. Я хотел потестить какой-нибудь другой режим. Но я думаю, что там не сильно что-то поменяется. Поэтому постараемся сделать максимум непосредственно в контроле точек. Ну и надеемся на то, что сейчас киллов мне удастся дать еще больше. 32 это не предел. Определенно можно стараться давать и под 40. Но для этого надо, конечно же, стараться. Стараться и еще раз стараться. Хороший килл сейчас даем. Возможно, еще один. Нет, к сожалению, это не килл. У меня должен быть критический через один. Нет, не через один. Окей. Почему-то все без критических. Странно. Где я потерял свой критический урон? Возможно, он пошел на тот танк, который был ваншотный. Ну ладно, ничего страшного. 4.0 видео. Тоже довольно быстрая легенькая каточка, походу, у нас намечается. Противник пока. Счита как-то, ну, не совсем активен. Даем килл. Даем 2 килла. Даем 3 килла. 3 выстрела. 3 килла. Неплохо. Очень хороший результат. Если бы так всегда работали киллы, было бы вообще вере вандафу. Но, к сожалению, не всегда так работает. Но еще один киллчик даем. И даже с такой кучностью там по двум танкам нанесся урон. А если наносишь по двум танкам урон в такие тайминги, это, считай, 10 очков, да, почти как килл. Почти как килл. Неплохо. Неплохо. Очень, очень даже неплохо. Есть овердрайв снизу, но нет смысла мне его подбирать. Забирает его противник. Я прожимаю овердрайв на вражеской базе. Делаю это максимально быстро, как и говорил в предыдущих видеороликах. То, что нет смысла долго держать на викинге, овердрайв желательно как можно быстрее его юзать. Ну и, соответственно, давать киллы. К слову о том, есть ли смысл использования молота резиста, да. То есть, очень часто игроки его юзают и думают, что он им поможет. По сути, данный молот с подобным устройством жестко контрит рез. И даже любой противник, который будет использовать резист, по сути, ну, не будет столь жестко нагибать. Не будет столь жестко нагибать. Все-таки этот молот является очень, очень максимально грамотно эффективным. И если вы любитель данной пушки, то я бы на вашем месте бы очень сильно присмотрелся к этому устройству. И я даже, исходя из того, что я сам был сторонником в последнее время с лагеря, а не дыхание дракона за счет того, что кучность, ну, такая себе, да. То есть, вы всегда хотите дать полный выстрел, но у вас нет такой возможности. То за счет этого критического урона, да, даже на больших расстояниях за счет крита, вы даете очень хороший демидж. Очень хороший. И этого демиджа хватает, чтобы уничтожать где-то противника, где-то давать хороший урон. Ну, и в дальнейшем там тиммейты вам помогают, добивают, уничтожают. Поэтому присмотритесь внимательно к этому молоту, к этому сочетанию. И, возможно, оно вам покажется чем-то более интересным. И вы, как старый любитель молота, которому уже, может быть, даже поднадоел скаут, который только-только недавно начал нагибать. И для разнообразия вы сможете использовать подобное вооружение, а именно викинга молот с дыханием драконом, с бустером. Очень прикольно и эффективно. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать лайком, подписываться на канал, если вы еще этого, конечно же, друзья, не сделали. Если вы подписаны, то вы очень красавчик. Проверьте, там колокольчик стоит, не стоит. Чтобы ничего не пропускать. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого сочетания. Ну и напишите, что бы вы хотели посмотреть в ближайшее время. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok